Шалом! На предыдущем уроке мы начали тему трансплантации органов. И рассматривали мы этот вопрос под определенным углом зрения. А именно, с точки зрения донорства. Есть заповедь в Торе, нота амодальдамруэха, не стой бездействуя на крови своего ближнего, что означает, что человек обязан предпринять все необходимые усилия для спасения жизни другого человека, которому угрожает опасность. Это касается и действий человека, если кто-то тонет, то это обязывает прыгнуть в воду и попытаться его вытащить. И это касается кошелька человека, то есть обязанности потратить деньги для того, чтобы помочь спасению жизни другого человека. И вопрос возникает, обязан ли человек жертвовать своим здоровьем, своим телом для того, чтобы спасти другого человека. Конкретно мы рассматривали вопрос о донорстве почки. Это операция, которая не подвергает моментальной опасности жизни человека. Правда, она может сказаться на качестве его жизни, на состоянии его здоровья в дальнейшем. И к тому же она сопряжена с некой долей страданий и неудобств человека в предоперационный период, операция, выздоровление и так далее. И вывод был таков, что на таких условиях заповедь не обязывает дарить свою почку больному человеку, но, безусловно, это рассматривается как медат хасидуд, то есть как выход за рамки закона, который всячески приветствуется и поощряется. Это, безусловно, желаемое действие, но обязать которое Аллаха не обязывает. Что касается более легких случаев, а именно донорства крови или, скажем, костного мозга, то нам совершенно очевидно, что донорство крови как абсолютно не опасное и не связанное с страданиями. Эта вещь обязательна. То есть если есть необходимость дать свою кровь для приливания больному, то обязаны это сделать. Вопрос чуть более сложный с костным мозгом, с кожей и так далее. В любом случае нам ясно одно, что если донорство означает опасность для жизни человека, то делать этого не только не обязаны, но и нельзя. Мы обязаны сделать все для спасения жизни другого человека, но пожертвовать жизнью одного человека для спасения жизни другого не только что нет никакой обязанности, но и делать этого нельзя. И это приводит нас к вопросу очень серьезному о пересадке других органов. пересадка сердца, легкого, печени. Понятно, что это органы, без которых человек жить не может. И взять такой орган у одного человека для того, чтобы пересадить больному, означает подвергнуть опасности или попросту убить донора. Вместе с тем современная медицина предлагает следующий вариант. Есть люди, которые переживают, скажем, аварии тяжелые и тому подобное. И эти люди находятся в состоянии совершенно безнадежном. Они, безусловно, умрут в течение очень короткого времени. А может быть, с какой-то точки зрения можно посчитать их уже мертвыми в случае тяжелых травм черепных, тяжелые травмы головного мозга. Но пока еще бьется сердце, быть может, в это время, в это короткое время, еще можно забрать эти необходимые органы, сердце, печень, легкие у донора и пересадить их больному человеку. Как относится Аллаха вот к этим вопросам? Понятно, что здесь ключевой вопрос, морально-этический. Это установление момента смерти человека. Ибо пока человек жив, пока мы считаем, что он жив, убивать его никаким образом нельзя, даже если тем самым мы спасаем жизнь другого человека. Ради спасения одного человека нельзя убить другого. И когда речь идет об убийстве, то это означает прекращение жизни любого человека, который считается еще живым. И вот здесь вот мы сталкиваемся с очень большой сложностью. Ибо смерть не наступает мгновенно. Это не некий переход сразу из одного состояния в другое, а переход от полной жизни, если можно так сказать, к полной смерти. Это переход, который занимает определенное время. Происходят определенные процессы, и эти процессы достаточно размыты. И совсем не просто, то есть с обывательской точки зрения совершенно непонятно, где мы должны провести черту, после которой мы можем сказать, вот теперь мы считаем человека уже мертвым. Как решает Аллаха этот вопрос? Мы, как обычно, обратимся к источникам и с ними познакомимся. На этот раз у меня нет источников, практически нет переведенных на русский язык. Придется мне самому их переводить, но это нам не помешает. Мы переходим к источнику номер один. Это Талмуд в трактате «Юма», «Мишина фалена вам аполит», то есть ситуация, когда в субботу произошел обвал. Человек, которого накрыло, когда обрушилось здание, либо обрушился забор, что бы то ни было, происходит это в субботу. И у нас возникает вопрос о спасении жизни человека, о том, что необходимо нарушить субботу для того, чтобы спасти жизнь человека. Понятно, что нарушение субботы ради спасения жизни – это не только разрешено, но и это митцва. Однако все это при условии, что человек жив. Однако если человек уже не находится среди живых, то тогда нарушать субботу для того, чтобы его вытащить из-под обвала нельзя. Поэтому нам необходимо определить, ответить на тот самый момент, как мы определяем в ходе спасательных работ, жив ли человек, который находится под обвалом, или он уже мертв. И вот ситуация, о которой говорит Талмуд, обвал, который погребает под собой человека. Мы точно не знаем вообще, есть ли там человек. У нас есть серьезное опасение, что там есть человек. Более того, даже если он там находится, мы не уверены, что он жив, он может быть уже мертв, а может быть еще и жив. При всем при том, поскольку даже в том ситуации, когда есть сомнения, быть может, есть опасность для жизни, то есть может быть человек еще жив, и мы можем его спасти. Во всех этих случаях сомнений мы обязаны, несмотря на субботу, начать разгребать этот обвал, вытаскивать оттуда камни, балки и так далее для того, чтобы найти, быть может, там есть человек под этими камнями, и, быть может, он еще жив. Мацаул. Вот мы наконец, после того, как подняли определенное количество камней, балок, мы находим, есть действительно тело человека. Теперь нужно определить, жив он или нет. Если он уже мертв, то продолжать работать нельзя. Мацаул хай мифакхин. Если мы видим, что он еще жив, то мы продолжаем разгребать. Если Веймед, если он уже умер, и ниху, тогда мы оставляем все до Мацеи Шаббат, и только в Мацеи Шаббат можно уже вытаскивать тело для погребения. Но вопрос, а как определяем? Мишна здесь, то, что Мишна, которую мы зачитали, ни слова не говорит о том, как определить, жив человек или нет. Об этом говорит Брайта в продолжении. Это тоже место в Талмуде, чуть ниже. Читаю отрывок номер два. Так учили наши наставники. Каким образом мы проверяем? И до какого места на теле нужно проверять, жив человек или нет? До носа. Иными словами, грубо говоря, мы проверяем, дышит человек или нет. Если не дышит, очевидно, он уже не живой. Но есть такие, которые говорят, что нужно проверять до сердца. То есть проверить, бьется ли его сердце или нет. И если этот обвал накрыл многих человек, и даже те, которые сверху, мы удостоверили, что они мертвы, мы не говорим, что прекращаем на этом спасательные работы, потому что вполне может быть, что люди сверху мертвы, а люди, которые погребены под ними, еще живы. Я конкретно знаком с подобным случаем. Одна из моих родственниц, которая была во время расстрела евреев в Мариуполе, во время войны, когда расстреливали на краю вырытой ямы могилы, и она оказалась внизу. Ее завалило трупами, но ночью она сумела выбраться. Она получила лишь легкое ранение и упала туда вместе со всеми, но осталась жива и дожила почти до конца тысячелетия. Так что то, что мы нашли людей сверху мертвыми, не позволяет нам прекратить поиски живых. Продолжает дальше Талмуд, Маасе, Аяу, Мацу, Илю, Ним, Итим, Матакту, Ним, Хаим. И так мы видели, что есть спор, что нужно конкретно проверять. Проверять ли дыхание или проверять, бьется ли сердце. Нейма, Аня, Танай, Кяня, Танай. И, может быть, этот спор, что именно, где нужно искать признаки жизни в носу, то есть дыхание или сердце, может быть, это связано с другим спором мудрецов, как записано. Братья Мейхана, Владну, Царь, откуда начинается развитие эмбриона. Понятно, что это не вопрос научный, у мудрецов не было никакой возможности разрешать такие научные споры и понимать, каким образом происходит развитие эмбриона. Это вопрос чисто философский, теологический. Так, то есть жизнь, что является центральным моментом в жизни. И нам понятно, что если это центральный момент в жизни, то развитие жизни начинается с него. Плод начинает развиваться от своего пупа, там, где находится пуповина, которая связывает его с организмом матери. Другие говорят, есть и другое мнение. Афилу, Тейма, Аба, Шауль и говорит, Талмуд нет. Это никак не связано с тем вопросом, откуда начинает развиваться плод от головы или от пупа. Это никак не связано. Это философский вопрос. Мы не решаем здесь философский вопрос. Мы решаем здесь конкретный вопрос признаков жизни. То, что Аба, Шауль там говорил, это по поводу философского вопроса. И мы понимаем, что в Мидиме Мицията Мицар, его понимание, что все развивается из центра, то есть все развитие, оно центробежное. Что касается спасения жизни, даже Аба, Шауль согласен, что главный признак жизни человека, жизненная сила человека концентрируется в его носу, то есть в дыхании. Как это сказано, и он здесь приводит в Талмуд стих истории в книге Берешит по поводу потопа. Все на суше, в чьих ноздрях было дыхание жизни, умерло. Итак, где же находится жизненная сила дыхания жизни в ноздрях? И отсюда мы понимаем, что это вроде бы главный признак, по которому мы определяем, жив человек или нет, продолжать ли нам усилия по спасению или прекратить, когда речь идет в субботу. Мы должны проверить, дышит он или нет. И понятно, что такая позиция вызывает ряд вопросов. А именно, вот этот самый признак дыхания, что он означает? Имеет ли в виду здесь Талмуд, что жизнь тождественна дыханию и отсутствие дыхания означает отсутствие жизни? Либо перед нами просто признак жизни, который легко проверить. И если это признак, то, быть может быть, есть другие признаки, по которым мы можем выяснить, что человек еще жив. И во всех ли случаях мы будем пользоваться именно этим критерием дыхания? Либо, быть может, возможны и другие, как в ту сторону, как и в другую. То есть, быть может, возможны критерии того, что человек еще жив, несмотря на то, что он не дышит. А может быть, наоборот, можно найти критерии того, что он уже умер, несмотря на то, что он еще дышит. Как это может быть, что он еще дышит, а он уже умер? Ну, по крайней мере, в наше время, во времена мудрецов, понятно, это было невозможно. Но в наше время, при наличии аппарата искусственного дыхания, безусловно, такая вещь теоретически может быть. Что аппарат искусственного дыхания искусственно, чисто искусственно продолжает раздувать и проветривать легкие человека, загоняя в них воздух, кислород. А человек при всем при том может быть определен как мертвый. А логические авторитеты, комментаторы Талмуда и Шулханаруха, практически все, почти ядногласно говорят, что дыхание не есть отождествление жизни, а дыхание – это только признак того, что человек жив. И, безусловно, не единственный признак. В конечном итоге могут быть, и медицина может привести достаточно много случаев, при которых дыхание отсутствует. Например, в силу того, что мышцы, которые управляют процессом дыхания, не работают. Это может быть при отравлении, это может быть при определенных травмах. Человек еще жив, но его дыхательная система останавливается из-за отравления и из-за травм. Это очевидно. И об этом еще говорили авторитеты Аллахи в прошлом. Вот, например, здесь у меня есть отрывочек из респонса Маршама. Маршам – это был один из важнейших, по ским, один из важнейших авторитетов Аллахи в Галиции в конце XIX века. О нем известно, что он интересовался много вопросами медицины и, имея знание языков, общался с ведущими врачами того времени, и немецкими врачами, и французскими, и другими. Так вот, что он пишет. Вот то мнение, которое мы видели, что когда проверяют и идут, то есть, скажем, нашли сначала голову человека, но его грудная клетка еще находится под завалом. И из Талмуда получается, что, по крайней мере, по первому мнению, достаточно проверить только нос. То есть, выяснить, дышит или не дышит при помощи носа. Ну, как это проверяли в древности, клали перышко на нос и смотрели, или маленький кусочек бумажечки, и смотрели, есть ли движение. Тем самым, определяя, присутствует ли дыхание или нет. Так вот, это, пишет Маршам, айну бестам, это в обычных условиях. Им лейка о хахали эфир, когда нет обратного доказательства, тогда, самхин альбдикат хутаму, тогда мы полагаемся на этот признак, отсутствие или присутствие дыхания. Но если у нас есть признаки жизни в других органах тела, несмотря на то, что мы не находим дыхание, тогда мы не полагаемся на проверку дыхания, и тогда мы не станем говорить, что человек уже мертв. Точно так же, в том же направлении, пишет один из крупнейших пусков XX века, второй половины XX века, Рабышев Файнстер, в респонсии Грод Муше, пишет он так, что иначе видно, что нельзя сказать, что жизненная сила находится у человека в носу. Конечно же, не дыхание представляет собой жизнь человека. Конечно, те органы жизненно важные, которые и дают жизнь человеку, это мозг и сердце, а дыхание их только обслуживает. Только перед нами признак, дыхание как признак, признак того, что человек еще жив, иными словами, его мозг и сердце еще работают, так получается из его слов, и потому мы определяем такого человека, как еще живого. А еще раньше, намного раньше, еще в XVII веке, писал об этом Хахам Цви, Цви Ашкинази, это известный очень Пусек, который жил в конце XVII века, и он приводит доказательства прямо из Талмуда. И доказательства очень интересные, ведь в Талмуде, как мы помним, там был спор. Вот посмотрим еще раз. Тану Рабана, она дыхану бодек, каким образом проверяется, и до какого места проверяется, тело человека жив он или нет. Первое мнение, проверить нужно до носа. И если мы видим, сумели открыть голову человека, нос его из-под завала, и видим, что дыхания нет, то мы можем определить, что он мертв. Но есть такие, которые говорят до сердца. То есть получается, что если мы, наоборот, сначала сумели снять с тела человека камни, которые лежали у него на груди, и мы можем проверить, бьется у него сердце или нет, то, по второму мнению, этого достаточно. Первое мнение говорит, нет, недостаточно. Недостаточно того, что мы не чувствуем, что сердце бьется. Нужно проверить все-таки еще и дыхание. Почему это? И там поясняет Раши. Что пишет Раши? Тот, кто говорит, что недостаточно сердца, а нужно проверять дыхание. Потому что иногда может быть, что жизненной деятельности сердца мы не чувствуем из-за его слабости. Так, то есть в результате того, что биение сердца очень слабое, то мы, проверяя в области грудной клетки, можем не почувствовать биение сердца. И тогда из-за этого, из-за этого необходимо проверить еще и дыхание. То есть снова мы видим, что дыхание здесь только признак того, что сердце еще работает. Но это не есть самостоятельный признак, который определяет, жив человек или нет. По этому признаку мы можем судить. Но, безусловно, прежде всего нас волнует это именно работа сердца. То есть получается, что в том случае, например, при определенном отравлении, когда человек не в состоянии самостоятельно дышать, но сердце его еще бьется. И оно будет продолжать биться, если мы его тут же подсоединим к аппарату искусственного дыхания. То такого человека мы определим как живого, несмотря на то, что дышать самостоятельно. Он не может в силу отравления. И, наконец, полное определение момента перехода от жизни к смерти, который дает нам в начале XIX века Хатам Суфер, которое было принято совершенно как бесспорное до конца XX века. Мы его сейчас прочитаем. Вот Хатам Суфер, что он пишет. А если человек лежит совершенно без движения, это первое. Нет никакого движения. И нет пульса и биения сердца. А если после этого мы еще выясняем, что и дыхания тоже нет, в таком случае нам вполне достаточно мнения Тора, которое определяет, что такой человек мертв и не жив. И так по трем критериям. Кстати, интересно, когда Хатам Суфер должен был это определить? Дело в том, что тогда в Европе, по крайней мере в Австро-Венгрии, где Хатам Суфер жил, ряд врачей и юристов очень обеспокоились тем, что в ряде случаев могут похоронить еще живого человека, который просто находится в глубоком обмороке. И стали рассказывать всякие страшные случаи, как хоронили людей, а потом вдруг на кладбище начинали слышать стоны погребенного человека, и так далее, и так далее, всякие ужасные истории. И тогда появилось требование установить в законах Австро-Венгрии, что нельзя хоронить человека до появления трупных пятен. То есть нужно было его держать несколько дней, что безусловно противоречит закону Тора, которые требуют, чтобы человека похоронили как можно скорее. И поэтому Хатам Суфер должен был выдать здесь мнение Торы, когда мы можем с полной уверенностью посчитать, что человек мертв, и похоронить его, не боявшись, что мы хороним живого человека, который находится в глубоком обмороке. И вот эти три признака. Три признака, которые современная медицина, переводя на знакомые ей термины, определяет так. Первое, то, что писал Хатам Суфер, что он неподвижен, то есть отсутствие движения, рефлексов, каких бы то ни было. Иными словами, человек находится в коме, в глубокой коме, в коматозное состояние. Это первое. Второе, то, что нет пульса и биения сердца. Это значит, что если первый признак означает, что нервная система полностью бездействует, именно поэтому нет никаких рефлексов, нет движения, нет рефлексов, нет реакции на болевые раздражители и так далее, то есть первый признак – это комы. Первый признак – то, что человек находится в коме. Или его нервная система полностью бездействует. Второй признак – нет пульса, нет биения сердца. Это значит, что сердечно-сосудистая система тоже бездействует. И, наконец, третий, что нет дыхания, то есть дыхательная, респираторная система тоже не работает. Вот эта вот гибель трех систем, отсутствие деятельности, точнее, трех систем, говорит нам о гибели человека, такого человека можно посчитать мертвым. Раньше нет. Но, как я сказал, все это было бесспорно до самого конца XX века, в конце XX века. Появились методы установления смерти мозга. И вот именно тогда врачи предложили изменить формулировку многих законов. Это произошло во многих странах. С тем, чтобы можно было определить человека как умершего на основании только смерти головного мозга. Вот я могу вам процитировать современный федеральный закон Российской Федерации. Статья 66. Определение момента смерти человека и прекращение реанимационных мероприятий. То есть, когда врач имеет право прекратить усилия по реанимации. Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его биологической смерти, необратимой гибели человека. Ну, а что такое смерть мозга? Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении его функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. То есть, конкретно по этому закону, человеку, у которого бьется сердце и происходит вентиляция его легких при помощи аппарата искусственного дыхания, закон Российской Федерации и во многих других странах позволяет определить такого человека как мертвого, если установлена смерть его головного мозга. Вокруг этого было очень много споров. Головной мозг – это очень сложная структура. Вполне может быть, что попытка сделать электроэнцефалограмму мозга показывает нам, что нет электрической деятельности мозга, но это не значит, что весь мозг умер. Это означает только, что в его определенных областях нет электрической активности. Но куда более глубокий, в особенности, то, что называется ствол головного мозга, который, среди прочего, ответственен и за дыхание, очень может быть, что эти части еще живы. К тому же, может быть, этот процесс обратим. И, быть может, состояние коматозное прекратится через некоторое время. Поэтому споров было здесь очень много. В конечном итоге, как мы сказали, законодательство многих стран приняло, в особенности, когда появились способы диагностики смерти ствола головного мозга, а не только коры головного мозга. Вот здесь почти все государства приняли, приняли, что можно посчитать смерть головного мозга за смерть человека и позволить такого человека отключить его от искусственного дыхания, что приведет к конечному итоге и прекращению биения сердца. Все то время, что есть дыхание собственное, самостоятельное или искусственное дыхание, то сердце человека будет биться. Но в отсутствии кислорода в какой-то момент и сердце тоже прекратит свое биение. Что считает по этому поводу Аллаха? Если мы возьмем респонсор Мэйши Файнштейна, то, что он писал, писал он в основном ответы на вопросы своего зятя. Зять его был врачом по своей профессии, серьезный ролин, но, кроме того, еще и врач Мэйши Тенглер. И он в основном вел здесь переговоры со своим тестем по поводу того, как отнестись к вопросу о смерти головного мозга. Мэйши Файнштейн, о его позиции я видел, люди утверждают по-разному, но из того, что я нашел, в основном он воспринял эту возможность диагностировать смерть головного мозга, он воспринял ее как устрожающей, а не как облегчающий аргумент. То есть то, что он писал в одной из своих респонсов, неизвестно. Пишет он так. «Поскольку ты утверждаешь, что врачи-специалисты могут установить при помощи различных диагностических средств, ствол мозга головного мозга не действует, и тем самым нет связи между остальным организмом человека и его головным мозгом. Если так, тогда он пишет, что недостаточно таким образом будет установить смерть человека на основе тех критериев, которые выдвинул Хатам Суфер, а именно отсутствие рефлексов, отсутствие дыхания и отсутствие пульса, а нужно будет еще вдобавок к ним, после того, как мы видим, что нет рефлексов и нет пульса и нет самостоятельного дыхания, после этого необходимо будет еще и провести вот эту самую проверку, быть может, головной мозг еще жив. Ибо если головной мозг, по крайней мере, ствол головного мозга еще жив, то тогда, быть может, дыхание еще может быть восстановлено, и тогда нельзя отключать человека от реанимации. Но так, чтобы он принял мнение врачей, что можно на основе проверки действия головного мозга решить, что человек мертв, несмотря на то, что сердце его бьется, такого мы конкретно не находим. В то же самое время мы говорим здесь сейчас о 80-х годах 20-го столетия, в Иерусалиме, ведущий после того времени Рапшлами Займа Нойербах. Он тоже много писал об этом, и вот его короткое утверждение в одной из его респонс. Винян мот махи, по поводу смерти головного мозга. Эйн лану шумасур. Ну, традиции у нас нет, ибо во времена Талмуда установить подобная вещь была невозможна, не было диагностики. И кеван шинзе давал шилонерак ла лейнай. И поскольку у нас нет традиции талмудической по этому поводу, и все, что нам остается, это только верить врачам, которые заверяют нас, что они могут установить смерть головного мозга. Эйн лис мнох аль мадар и фуили кого вадай лимит. Мы не сможем установить на основе выводов врачей, что этот человек точно умер. Мы можем сказать, что есть здесь серьезное сомнение, жив ли человек. Или мы можем сказать, что, скорее всего, очень вероятно, очень вероятно, что этот человек уже умер. Но определить наверняка мы не сможем, ибо при всем уважении к достижениям медицины, медицина может выдавать только сведения и данные на уровне очень-очень вероятно. Но дать нам точно знание наверняка, что это стопроцентное знание, мы не можем. А если так, то мы не можем позволить у умирающего человека вырезать у него жизненно необходимые органы, сердце, легкие, печень и так далее. Потому что тем самым мы человека убиваем, убиваем человека, которому нам неизвестно точно, что он мертв. Медицина говорит, что очень вероятно, скорее всего, очень возможно, что он мертв. Но он еще не точно мертв. Поэтому разрешить мы этого не можем. Один из аргументов, который выдвигал Равой Арбах, был вот какой. В Талмуде сказано, что если у нас есть роженица, и она умирает в ходе родов, то, говорит Талмуд, не может так быть, что роженица умрет, а плод останется жив. Но мы знаем, говорил Равой Арбах, что практика сегодняшняя показывает, что бывает так, что роженица умирает в ходе родов, и врачи устанавливают смерть головного мозга. И при всем том, через некоторое время им удается принять ее роды, то есть плод при этом не погибает. Стало быть, если плод не погибает, то на основе Талмуда мы имеем доказательство, пусть может быть не медицинское, но талмудическое доказательство того, что смерть мозга не привела к смерти всего организма роженицы. Иначе, если бы она была по сути мертва, то и плод не остался бы жив. А если удается ей родить живой плод в состоянии смерти головного мозга, это значит, что она еще жива. Врачи с ним спорили и говорили, на самом деле, это ошибка, потому что тело матери, даже умершей, оно может служить наподобие инкубатора. Мы знаем, что если происходят преждевременные роды, и рождается ребенок, который в прежние времена наверняка бы умер, потому что он еще совершенно недоношенный, в наше время мы можем поместить этот плод в так называемый инкубатор, создать условия, при котором он будет продолжать развиваться, как будто бы он был бы еще в чреве матери и продолжал бы свое развитие, пока наконец мы не сможем его перенести в нормальные условия жизни. Это говорили врачи Квадарам, извините, но это неправильно то, что вы говорите, ибо тело умирающей матери, у которой мы диагностируем смерть головного мозга, служит ей просто как инкубатор. Окей, сказал Равой Эрбах, тогда проведем следующий эксперимент. Возьмем животное беременное, конкретно была взята овца, беременная овца, на сносях, что называется, и мы отсечем ей голову, ибо здесь речь идет уже не о смерти головного мозга, а попросту об отсутствии головного мозга, а это уже точно, действительно, Талмуд определяет, что человек без головы считается совершенно мертвым. Даже если он пока еще двигается, у него происходят какие-то рефлекторные движения, подобно тому, как, скажем, многие, наверное, видели это в детстве, если у ящерицы оттеляется от нее хвост, то этот хвост еще продолжает двигаться, он еще продолжает дергаться, потому что в нем еще происходит движение крови, мышцы сокращаются, хотя на самом деле с организмом ящерицы этот хвост уже потерял всякую связь. То же самое человек без головы, хотя он может еще и двигаться определенное время, считается Талмудом мертвым. Так вот, посмотрим, что будет, если мы возьмем овцу на сносях, лишим ее головы, тут же, лишив ее головы, подключим ее к аппарату искусственного дыхания, так что она будет продолжать и дыхание, и сердце у нее будет биться, посмотрим, сможем ли мы, сможет ли она родить живой плод. И этот опыт был проведен профессор Штейнберг, который был в серьезной связи с Равой Эрбахом, и Рав, доктор Бордехай Альперин, которые произвели этот опыт, и результаты этого опыта были неожиданны для Рава Эрбаха через три с половиной часа после того, как беременные овцы удалили голову и подключили ее к аппарату искусственного дыхания, им удалось извлечь совершенно живой, живой плод, который стал в дальнейшем живой и полноценной овцой или бараном уже, не знаю, как там было. Рава Эрбах признал, что это для него был сюрприз. Он не думал, что плод останется живым в таком случае. Но вместе с тем, этот опыт, как он пишет, его не убедил. Посмотрим, что он пишет после проведения этого опыта в своей респонсе. Пишет он так, я зачитываю. Действительно, проведенный опыт доказал, что тело, даже тело мертвое, тело без головы, может продолжать служить наподобие инкубатора плоду. И тем самым давать жизнь плоду уже после того, как его мать лишилась головы, влог Моша Хашавти. И это действительно не то, что я думал. Потому что я думал, что забил Тиевшари, я полагал, что это невозможно. Ахаф Аль Пекен, но при всем при том. Аль Мишмарти Амода, но я при всем при том остаюсь при своем мнении. Камош Катафти, о котором я уже сообщал раньше. Шейн Смог Быводаут Аля Мадар и Фуи. Какое мнение? Что мы не можем полагаться на выводы медицины, пока мы видим и чувствуем, что есть биение сердца. То есть, в чем была его точка? Возможно ли действительно, что мертвое тело, совершенно мертвое тело, как в случае, когда всю голову снесли, или даже голова осталась, но мозг умер, может ли такое тело еще действовать как инкубатор, то есть в нем при помощи будут продолжаться жизненные процессы, а именно биение сердца и дыхание при помощи искусственного дыхания, и биение сердца, кровообращение, все это будет проходить. Да, возможно, признаю, сказал Рабой Руба. Признаю, что такое может быть, что человек мертв, а сердце еще бьется, и кровообращение продолжается при помощи искусственного дыхания. Согласен, но мой вопрос другой. Могу ли я положиться на диагностику врачей, которые при помощи разных, достаточно сложных способов говорят о смерти ствола головного мозга? Можно ли полагаться на эту диагностику стопроцентно стопроцентно или нет? Я считаю, что нет, писал Рабой Руба. В этом у меня осталось сомнение. Я не могу положиться стопроцентно на мнение врачей, которые говорят, что мы уверены на стопроцентно, что наша диагностика верна, и ствол головного мозга уже умер, поэтому можно считать человека мертвым. В соответствии с этим, в 18 лет тому назад было опубликовано мнение Рабой Рубаха и мнение Раба Ильяшева, крупнейших пускин того времени. Можно его прочитать по поводу возможности трансплантации органов. Нидбакашну лагалоты датейну. К нам обратились с просьбой, чтобы мы выразили свое мнение, каков закон Торы, по поводу возможности пересадки сердца смертельно больному человеку, а также по поводу пересадки других жизненно важных органов, для того, чтобы спасти жизнь людей, которым угрожает, жизнь которых угрожает, есть угроза для жизни. И ней. Так вот. Коль зман ши убун шам. Веле батурэм поэм. Все это время, пока человек получает искусственное дыхание, и сердце его продолжает биться. Даже если у нас есть показатели, что его мозг, и не только кора, но и ствол головного мозга, бездействует, а некра метат амоах, то, что называется смертью головного мозга у врачей, им коль зэ, при всем при том, да атэйну, шэншу бэтр луци афихад мина и варат. При всем при том, мы считаем, что нет никакого разрешения в таком случае вырезать какой бы то ни было из органов человека, ве еш бэзэ хашаш шфихад дамин. Ибо есть подобные действия, может быть расценено, быть может и как причинение смерти, как убийство человека. Татьяна Войербах высказывал здесь еще одно соображение. Дело в том, что Аллаха говорит, что когда человек агонизирует, находится в состоянии агонии, нельзя дотрагиваться до его тела, нельзя сдвигать ни один из, даже палец его нельзя сдвинуть, ибо любое такое легкое движение может быть причиной ускорения смерти агонизирующего человека. Поэтому и в этом случае, даже если человек находится в состоянии агонии, он умирает, то здесь в этот момент ампутировать его сердце для пересадки, очень может быть, что это ускорение его смерти, и это вторая причина, вдобавок к недоверию к диагностике, вторая причина, по которой Ровой Робах не соглашался на пересадку лизненно важных органов, таких как сердце, легкие печень. Ровой Робаха с тех пор уже нет в живых, он умер вскоре после того, как было опубликовано это письмо. Люди, которые были с ним в контакте по поводу всех этих вопросов, утверждают, что в общем и целом он признал смерть головного мозга как свидетельство смерти человека, но недоверие его к результатам проверок и к диагностике, которую предлагают врачи, оно и было причиной того, что на практике он не соглашался на то, чтобы разрешить пересадку органов. При всем при том, некоторые утверждают, что он говорил, что если будут использованы более передовые средства диагностики, тем те, которые были в конце 20 века, 80-х, 90-х годах, в начале 90-х годов 20 века, те, которые убедят его стопроцентно, то тогда бы он вполне мог согласиться на пересадку органов. Действительно, в этой области произошли определенные изменения и на основе этих изменений Рабану Тарашид, государственный ровенат Израиля, в 2009 году принял следующее решение, что мы можем посчитать при современной диагностике, мы можем посчитать смерть головного мозга свидетельством смерти человека и разрешить пересадку органов. При этом они оговорили очень серьезно, какие должны быть проведены проверки, какая должна быть диагностика. При этом должно быть абсолютно объективное мнение, то есть врачи, которые заинтересованы в получении органов для пересадки, как заинтересованные лица, ни в коем случае не должны участвовать в определении смерти человека. То есть довольно серьезные бюрократические препоны были поставлены для всего этого процесса, чтобы быть совершенно уверенными. Но так или иначе, это было решение только государственного ровената Израиля, а многие авторитеты, никак не связанные с ровенатом, частные лица, они по-прежнему и на сегодняшний день придерживаются того мнения Рафлана Зарма Нойрбаха и Рава Ильяшева, которое было высказано и опубликовано где-то 20 лет тому назад, которое запрещает пересадку органов жизненно важных для человека, сердце, легкие, печень, все то время, пока сердце человека бьется и он подключен к искусственному дыханию. Несмотря на то, что у нас есть показатели смерти его мозга, полагаться на это стопроцентно нельзя и двигать такого человека к тому же тоже нельзя. Поэтому многие по-ским, в отличие от позиции государственного ровената, не разрешают на сегодняшний день ни донорства, не уж тем более принятие этих органов человеком опасно больным, ибо в данном случае речь идет о серьезной опасности того, что донора мы попросту убиваем, ускоряя его смерть. Вот такова позиция Аллахи по этому очень серьезному, трудному и запутанному вопросу. Продолжение следует... Продолжение следует...